всем привет дорогие друзья подписчики зрители моего канала меня зовут александр и продолжаю играть конных соус и сегодня мы пойдем продолжать искать религия на чистка нас немножечко так сказать разделила вот эти все поиски на две части надеюсь на 2 вот но возможно она и к лучшего сделал я вот так на сначала я сделал подъемчик почему для каждого свои ячейка вот это я забыл сделать то есть двойную стенку но в конами это реально без шуток я даже не думал что в конами можно реально так сделать двойную стенку без всяких багов магов как в расти и все в таком духе это в расти это пофиксили в ротик но там можно что-то придумать а здесь ты без заморочек у двойных утром и хоть паттерную себе стену делай да уж но я об этом сейчас на сделал я также такой вот подъемчик из крыша чтобы тестил на тех чуваках они сюда подходят ну то есть как бы здесь под ним уже легче попасть ну и вот такую стенку вывел чтобы они меньше застревали где-нибудь зачем-нибудь то есть вот они вставали здесь и их расстреливали здесь меня пока что до лучника там у меня все лучницы которые были на этом ваш на это башню башню вот так то обыграл немножечко вот здесь так там двое которые у меня стояли там наверху ну в общем как-то так так замечательно дерево здесь больше не появляется после того как я построил вот эти части то есть они убрали спал ну чувак здесь что-то взял точнее что-то подобовал и на том уже хорошо я здесь посмотрел что могу сделать из голема у меня вот такая вот башки вес вот доспех 572 здоровый снат 500 но здесь рука каменного стража с топором все это железный торс кристального стража но тоже как бы туда-сюда давай посмотрим насколько броня там 572 да здесь броня 332 ну то есть как бы разница очень сильно урон тоже зависит от того что делаешь ну пока големом не занимался как-то не до этого что у нас по религиям что у нас есть несколько дней не заходил в углу вообще все забыл так зато а это я метро сет с этой тока не смотрел надо будет поискать йог это мы не посещали йог и мир и дар кетто дар кетто и надо сета короче поискать сета может все-таки там где-то где-то может быть там я не знаю ладно посмотрим оставим сета на последнюю очередь скажем так давай сгоним к йогу вообще самое легко и просто то есть к йог вот находится то есть там без лишних заморочек сейчас ты прохнешься в клаку клака у нас синенькая вроде бы тогда это клака лака говорю отлично ты пытаемся к лаке то есть там вообще фигня вопрос это самая легкая так сказать кого найти это йога ну кстати чего по пути посмотрим дальше будет прикол из фейби нового броника найду это вообще про будет хоть какого-нибудь на твой прям реально смешно там просто два места броника по пути 2 ну да два места броника по пути ой и один вроде бы сверху изученная язык черное королевство где-то здесь около палатки вот здесь что нашел реликвию и типа ее изучаешь не изучаешь их язык не знаю может кому это пригодится и вот виша внизу ну-ка давай вот тебя заберет йог и я пытаюсь короче выполнял внизу где инвентарь точнее быстро строка вот там теперь появляется у что они говорят это прикольно а броник кстати здесь не появится на его бешеные йога найти вообще легко вот на табличка вот на разрушенный мост и вон йог то есть найти его прям то есть очень-очень легко и быстро то есть грубо говоря как минимум половина людей пробегают мимо него в первые минуты даже выживания то есть в этом плане то есть вот и вот служитель йога эмоции подбодрить ну все то есть его мы посещали уже какие-то из первых серий можно даже в первую него вторую серию народ либо до посещали точно серия это я помню вот сверху поселения это надо нужные мне теоретически выхачу я сюда постоянно его допады там вышел броник может заспавниться но от хочу туда сходить ну раз уж по пути почему туда не сходить а здраво камнироги здесь же точно ходи а здесь конец какой чтобы еще помню какой камнирог ну-ка ты у нас ой вот точно иначе правильно помню здесь нас камнирог кровавого кристалла то есть его обязательно нужно добывать кровавого кристалла добываются не сильно хорошо легко и быстро то есть кого в этом плане есть смысл его добыть так сказать так дальше что у нас по религиям таланты лиги то нас сет это у нас йог а ну и мир и дыр кетто ну и мира мы тоже как-то мимо плюс-минус проходили с этим не сильно проблем будет сейчас вот хочу только броника гранте не думал уже туда выдвинемся броник тусуется там единственное что надсмотр что рассмотрим господи этот носильщик думаю потомить бы так носильщиком для чего но у него будет сумочка когда я этого броника себе она буду я не знаю но носильщик у какого-нибудь уровня даст мне этот боец повар почти боец хорош блин задолбал уже он мне даст сумочка то есть у него всегда идет сумка так но броника кстати или броника там находится так кучник и держал по все-таки тварь попала по головушкам так вот твою мать овца ты контуженная вот из-за нее вот под руки то лезет здесь вот материалы с них всегда дропаются просто под руки ну 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 замахнулся сильно ну что поделаешь ну ну пошел ты броник здесь тоже был первый левел так что пошли они все пошли не все так и мира где-то вроде бы здесь ну кстати можно гибельные курганы и еще раз заглянуть броника нужен мне броник что поделаешь так религия да то есть как бы мне от курганов легче дойти то есть вот отсюда гибель на курганов легче дать и чем кого-то моста либо тем более среди нового храма потому что вот лагерь изгоев собственно он и дает изучение на мира я если ошибаюсь не изучал а ну да я и не изучал то есть чтобы это все было в одной серии изучением хотя по сути йога я изучил ну как бы такая моя тупость вот и потом пойдем уже сюда забытый город шель правом нижнем углу ну то есть примерно там где-то тоже будет изучением а сейчас а сейчас гибельные курганы это у меня на почти угадал возвращаемся до дома потом на гибель на круга да кстати покорив вам же интересно вот и мне было интересно всякая фигня так как у меня стаки очень огромные поэтому выдаются так такое большое количество ресурсов то есть так то там обычно выдается стак ну как бы да кстати да я здесь немножечко под редактировал себе инвентарь сюда скинул всякие ремонтные на и то есть ну немножечко подрассортировал а и кстати стрелы на вот чё я вспомнил про лучницы стрелы у них то есть если в им экипируешь стрела сейчас вот то есть есть в экипирующим стрелы то первая стрела это не факт она летит именно такой только каменная сделала точнее кременные стрелы кременные у них не используются чтобы они использовали стрелы топовые нужно обязательно им экипировать стрелы ну благо стоит они копеечные то есть им по 250 стрел туда закинул кстати тогда получается мне нужно будет еще метеоритку там подлутать ну раз уж по пути по ходу дела ой 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 а давай тогда это сходим уже потом потому что это может занять мне много времени давай сначала ходим в джунгли и чтобы туда-сюда просто не бегать я твою мать господи я нажал эту кнопку хотя какая разница какая разница у меня там почти к этим этот телепорт куда он там у меня тп ход вот сюда он тп ход то есть он меня телепортирует вот вот сюда метеорита чуть ниже так что у меня потом телепортом еще легче будет быстрее добраться да и хавку не нужно будет собирать так мне нужны курганы где у нас курганы погоди-ка суши а вот это курганы жена о божечке ты мой ну да гибельные курганы телепортируемся туда высматриваем пару броников точнее пару мест с брониками расстраиваемся что их там нету и бежим уже на и 5 в темноту приперся суда накид просто ты и факел и естественно у меня нету бывает здесь в целом ничего сложного поднимаемся вот это извилистые скале горе главное отбиться от всех кошарообразных и все то есть тропинка сама приведет туда куда нужно этим давай вышеде кстати вот интересно то что я сейчас здесь пробежался это запустит таймер ивента или не запустит кстати да писали в комментариях на координатах есть не ошибаюсь c и d то есть вот цены то есть вот квадратики на 13 14 вот ну примерно вот расчетах лошина хранителя льда то есть вот на стыках шток а нет просто котел что кстати в комментариях другой человек написал типа спасибо искал только благодаря тебе нашел это здорово от второго когда люди по комментариям могут найти то что им нужно изучить алтаре подки изучил алтаре мира я на год это точно вот алтаре мира это мне вот это нормально алтаре мира стоимость 5 вот у меня же все изучено мне осталось только с это найти и даркетто даркетто много даркетто я еще не ходил вот собственно здесь вот и мира ну кстати чувак прикольный об этом я уже говорил в какой-то серии вроде про метеоритом что этот чувак ломает четвертую стену и говорит типа вообще-то мне проснился сон ну типа ему что мы настоящие и мы типа во сне и нами типа управляют что-то типа того говорить блин это вот чувак ломающий четвертую стену просто просто для супер неписи здесь конечно прикольно текст они прикольно говорят то есть если вы вот так послушать хорошо послушать именно вот в них ну за текст это конечно так броников не было броники там пока были вторым вот но как бы это не проблема это не рядом когда-нибудь когда-нибудь когда он не будет нужен у меня появится броник нужного да я тут домой сгонял за этим давай выходи уже за за факелом так теперь идем это у нас вверх а это у нас вниз нам как раз вот сюда и нужно то есть вот на вот этом месте на карте это не отображается но как раз вот на этом месте стоит город то есть видите да это прям с краешку а факту это вот здесь то где-то вот в этом районе короче находится или на в каком-то вот это вот то ну в общем сам город у нас на карте не отображается он где-то здесь находится ну потому что картограф круглый а карта квадратная кстати она очень любит всегда здесь тусоваться на этой карте прямо больше всего ладно погнали 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 искать где место алтаря на скверну постоянно налавливаю здесь то вот он получается ой там кису а там тоже киса там три кису хе-хе-хе смешно блин кису слышишь твердно накапливаются а то что вообще-то куда твердно накапливаются хочу отойти от кису залезть на сайт и более точно посмотреть скрин где-то находится просто захотел сюда прийти в целом город конечно прикольный красивый он синяя пламяшка какой-то серый обезьян ударил то они ну туповаты то есть даже есть они начинают бить уже там типа замахнулись и дали один удар и у них атака сбивается здесь получается какие-то как типа врата в порт и это как два маяка но прикольно в целом конечно сделано не знаю есть что-то здесь на дне нил о прикольно здесь есть сундучки о они плохо вот прям сам настоящий занавший корабль золото серебро да серебряный слиток интересно а еще что-нибудь есть не я вообще не на чё не рассчитывал но прикольно очень даже прикольно так ну а мы ловем дальше мне нужно обогнуть этот город это обогнуть этот город и с той стороны будет вот уже место где собственно находится нпц так судя по расположению карты мне что-то мне подсказывает она там наверху находится что-то я не думал что надо будет забираться куда-то я думал он где-нибудь будет на пляжу внизу тусить блин ну как бы знаете она наверху а ну вот здесь можно добраться здесь коротко не сильно гостеприимные были но зато вот набедренные набедренники лемурийского воина стали появляться такого у меня точно еще не было прочные доспеха 100 это средний доспех здесь конечно у меня 250 но это средний доспех и сотка и кстати что там урон силового оружия плюс 3% что тоже довольно таки неплохо слушай ну они вообще все недружелюбные колдун жрец плотник бородник броник? а броник какой там был? а кто помнит? плясун так это точно повар тихо-тихо-тихо я хотел сюда броника глянуть спали вы меня все нафиг вот придешь в гости хоть бы покормили бы затолпали ай все золотое так это у нас лучник это у нас боец собронник был так это повар плясун так это жрец колдун колдун а не у меня броник по ходу дела показался ну что ну вот правильно такое ощущение что он там застрял в этих но пофигу изучите уголок удовольствия даркетто ну вот так вот мы изучаем остается только найти сета даа норманс у вас в голову к удовольствия аааа о кису о фрагмент реликвию фрагмент реликвии вот лемурийский язык использовать отлично теперь они не будут это каля боя говорить Будет писаться конкретный текст, который они говорят. Вот, к примеру, лемурийцы должны быть. Ну? Че, ему позаришь? Вы че? Не мы, мать вашу. О-о-о! Могли бы че-нибудь и сказать. О, лемурийские шмотки. Да. В общем, ничего интересного не говорит. Единственное, что я понял, это... Колдуны это от Даркета. То есть они поклоняются Даркету, по крайней мере. Из ее рассказов было... О-о-о! Это не статуя. Вот, из ее рассказов было понятно, что все-таки все колдуны поклоняются именно Даркету. Ну, по крайней мере, они научились этому... От нее. Так. А теперь остается Сет. Таланты. Религия. Затамитры. Йогам. И мирам. Даркетам. И Сет. Вот с ним-то проблемки. Не, я могу его изучить за 50 очков, но зачем? Так. Ну вот, я вернулся назад. Здесь никакого НПЦ нету. Вот этот НПЦ, он смещался. То есть вообще, изначально он стоял здесь, потом его переместили. Поэтому может и тот НПЦ куда-то быть. Давай искать. Потому что в городе точно его нету. Это прям без вариантов. Там просто стоит реликвия. О, реликвия. Стоит алтарь. И на алтаре, около алтаря, уже жрецы. Ну то есть, это уже как бы вся фигня. Это вся фигня, это всё не то. Надо искать, где НПЦ. Именно у которого всё это дело можно изучить. НПЦ, понятное дело, не может не атаковать. Его нельзя убить, и всё в таком духе. То есть, это именно что НПЦ. Вопрос, где он? Это хороший вопрос. Здесь у нас вот бойцы. Здесь у нас торговец. Кровопийца. Здесь тоже. Кстати, есть что-нибудь вообще здесь? Ничего не вижу. Кстати, колодец. Рабочий, интересно. Ай, ладно, насрать. Ну тогда я, по идее, здесь всё прошарил. Его нигде нету. Ну и сейчас, соответственно, тоже он не заспавнился. Здесь тоже вот нету ничего. Слушай, может как-нибудь это... Не НПЦ, а какой-нибудь, типа, свиток что-нибудь, может, валяется где. Что ты свиток изучаешь. Книги. Книги. Твою мать, что? Что? Это такое? Такого... Такого... Ты понимаешь? Это голова. Раньше ходил НПЦ. А сейчас это голова. Это... Нет, вы, наверное, написали мне в комментариях под видео. Видео даже ещё не выложено. То есть... Ещё не до него. То есть... Сейчас у меня вышло только поиск броника и щитодела. Твою мать! Тупо! Голова! Да, он на этом же месте находится. Но раньше здесь был НПЦ. Такого хрена? Изучаем ОСЭД. Изучаем... Служитель Сэда. Да, это чисто голова. Твою мать! Не могу сказать, чтобы... Свитки стал поискать. Бляха-моха. Ладно, поговорим с ним. Потерпил он очень большая помеха. То есть для них это нормально, потеря тела. Вот и вкратце. Офигеть. Короче, он ничего не говорит, он говорит вот эту вот фразу и вот эту фразу. Всё. То есть он говорит две фразы. То есть он прям... Даже эти чуваки больше говорят. А этот потерял тело и всё, короче. Просто говорящая голова в тазике. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ладно. Твою мать! Не, вы, наверное, в комментариях-то и написали, где... Ну, это... Если вы сами не знали... Точнее, если вы тоже не знали про вот эту фигню... Поздравляю. Мы не одиноки. Какая же тупость. Ой, ладно. Сейчас у меня вот религия. Теперь они у меня все... Готово. То есть рецепты алтари у меня есть. Рецепты алтари есть. Что у нас в религии? Это у нас уже улучшенные алтари. Это у нас уже улучшенные алтари. Хотя, погоди. Вот. А, ну это я уже изучил. То есть вот первый левел, потом второй левел, потом третий левел. Вот первый, второй, третий. То есть это мы как бы изучаем. Это понятное дело. Это надо изучать без вариантов. 119. Ладно, давай сначала алтари изучим. Чтобы уже точно на все хватило. А вот теперь можно и вот это изучить. Все, по религии у меня все изучено. Все, просто здорово. Я градоутик. У меня еще доступно 50 очков. То есть по сути, по сути, если бы я изучил какой-то алтарь, то есть какую-то религию сам изучил, стоимость 50, то у меня был бы очень сильно в притирку. А так еще есть шанс что-то изучить дополнительно. Да, конечно, у меня с модами немножечко косяк. В том плане, что нужно было не на левелы, ставить большое количество, а на большое количество очков изучения. То есть я, как видите, очень много чего не могу изучить. И это надо будет моды перелопатить чуть-чуть по ходу дела. Ну ладно, это уже потом. Надеюсь, у меня все не поломается. Ну там, как верно, просто дополнительный мод поставится. Ладно, неважно. Крафтим религию. Что у нас здесь? Камень, дерево, камень, дерево, бечевка. О, а здесь косточки. Косточки. Ну это как? Друзья, йоги. Они всегда выпендриваются. У них всегда косточки идут. Так. Давай. Камень. Так, на место. Дерево. Че там еще надо было? Бечевка, точно. Бечевка, бечевка. И косточки, естественно. Ну все. Остается как-то эту заразу всю разместить вот там по верхам. Да я просто в лестнице застрял. Ой, мне еще потом жрецов нужно будет тащить. Так. Подожди-ка. Шесть алтарей. У меня шесть мест под алтари. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все логично. Эмира, Зата, Сета. Митры, Даркетто и Йога. Даркетто и Йога более логичны. И Сета установить все вместе. Йога это, понятное дело, Даркетто тоже как бы не любит расширенку. Сет, ну вы сами видели, потеря тела это еще фигня. Так что будем так вот и делать. Остается только правильно все это дело разместить. Места у меня полно. Еее. Построили алтарь. Дальше. Давай Сета поставим. Йога очень мало места занимает. Это прям сразу заметно. Я бы так сказал, вообще нифига не занимает. Да ты серьезно, слишком близко к такому типу. Ох ты ж, говна кусок, пожуй. Прикинь. Я алтари не могу близко ставить. То есть, грубо говоря, я могу вот там поставить, там поставить, там поставить. То есть, по углам. БАЛЬ! Ладно. Палищи места. Ну да. Вон стоит первый. И я могу поставить самую близкую вот здесь. Ну, даже давай поставим пока так. Третий сюда не влезет. То есть, даже если я вот тот сдвинул по максимуму, он сюда не влезет. То есть, даже если вот сюда впихну, все равно не влезет. Это проблема. Так. Здесь у нас слишком близко к другому типу. Мешаю другой объект. Слишком близко к другому типу. Ммм, какая же штопость. Ну-ка, посмотрим, как у меня здесь встанет. Очень близко. Не получается все поставить. Мешает объект. Это понятно дело. Не, ну здесь точно будет близко показывать. Да, тут как бы гадалка не ходи. Слишком близко. То есть, ну это не по центру. То есть, я ездит, соответственно, уже здесь не смогу поставить слишком близко. То есть, вот, я могу ставить уже только здесь. А это уже, видали, какое смещение, да? Равномерно уже не получится поставить. Какая же штопость. То есть, они вообще у меня, грубо говоря, должны стоять на стенах. То есть, вот прям без шуток. То есть, с моей расстановкой они должны стоять на стенах. То есть, грубо говоря, вместо вот этих башен будут стоять, ну да, слушай, примерно это так, будут стоять алтари. То есть, здесь что, там, центр, центр и вот там по краям. Как бы это тупо не звучало, но, походу, я буду ставить именно так. Ну, я мандал, шатал, вертел, крутил. Это будет занимать у меня очень долго времени. Поэтому сейчас я этим точно заниматься не буду. Единственное, что, так как у меня религия моя изначально, это Митра, то вот алтарь Митры я здесь и поставлю так. Так, как все-таки бесит этот кусок дерьма, когда ты нажимаешь на правую кнопку мыши, он начинает махать руками и не может взять никакой инструмент в руки. Прям раздражает. Я бы даже сказал, вымораживает. На бок с ним. Митра. Вот его ставим здесь, по центру. Все-таки это алтарь религии моего персонажа. Как ни крутим. А где я могу посмотреть свои... Описание свое. Кто-нибудь знает? Вот, наверное, параметры, да? Восстановление, это защита, это движение. Нет, здесь нет никакого описания. То есть, грубо говоря, то, что... Изначально, о, сопротивление холода. Прикольно. Кстати. Ну-ка, погоди-ка. А, нет, это ничего не показывает. Сопротивление холода тоже самое осталось. Э, бог с ним, короче. Э, кстати. А давай вот так вот и посмотрим. Пока я нашел параметры. О, кстати, вот это уже про канала. Хе. Ну ладно. Будем на это ориентироваться не на шмотки. А на... А, вот эти вот параметры. Точнее... Вот этот пункт в характеристиках. Будем по нему смотреть и выбирать хавки. Для зимки. Ладно, бог с ним. Что у нас дальше? А, колит. Я хочу сделать... А, вот это вот... Да, еб ты, выждану, не та кнопка. Хочу вот это закончить. Сделать религиозный инструмент. Соберите религиозный ресурс. И сделайте религиозный... А, инструмент. А здесь предмет. Инструмент это вот это. А предмет это вот это. То есть, в целом ничего сложного нет. Да, конечно, можно вот это вот и делать. Но это типа из других... О, кстати. Ха, Глассета. Серьезно. О, еб ты, выждану. Я думал, что это серьезное. Это всякая фигня. В общем... Ветка и железный брусок. Вот здесь, наверное, я поставлю все-таки зал. Ну, к лесу боли. А вот здесь у меня будет стоять кровать и танцовщица. Ну, я не знаю. Потому что религия, раз уж только так встает, то будем исходить из того, что есть. Скажем так. Так, мне нужно 5 веток. И вроде бы 15 брусков железа. Я не помню. Здесь вообще фигня. То есть, вот это вот околит выполнить прям изи-бризи. Отлично. У меня здесь веток было. Но бог с ним. Так. Анг... 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 Да, правильно. Анг-метры. Здесь вообще фигня вопрос, что делать с ним. Как добыть религиозный предмет. Религиозный ресурс. Это вообще фигня. Тут я не помню, с людей только или нет. Но... Но... Четыре, тут многовато. Четыре как-то. Так. Всякая фигня. И... На, вот. След души. И вот, собственно, этот ресурс и добывается. Добывается человеческая плоть. И... Вот это, собственно, ресурс. У митры это след души. Ну, у них, у каждой религии свое добывается. А, кажется, точно. Тут же я этот сносил. Вот. След души. Кстати, давай проверим. Ну, вроде бы, столько с людей он добывается. За животных он не добывается. Заодно сейчас посмотрим. И вот. Бес, к примеру, есть. И животное. Нет. И... Нет. Только с людей. Нет. Вот. Как-то так. Сюда. Уже закидываем вот этот след души. И создаем, к примеру, амброзию. Также у меня есть два священника. Хм. Интересно. То есть, я сюда могу только священника митры. То есть, это вот именные. Это же священники. Ха. Интересно. Вот. За каждый созданный предмет создается вот эта духовная сила. Духовная сила нужна для создания вот этого. Также духовную силу, вроде бы, можно создавать из других, ну, собственно, как я уже сказал, предметов. Вот, к примеру, глаз сета. Да. У меня там они есть. Не помню, с кого-то он выпал. Самое главное, как, черт его знает. Но с кого-то он выпал. Вот он идет, глаз сетом. А, прикольно. Так, стоп. Вот. Так. Чтобы самому потом не запутаться, где лишние ресурсы. К примеру, вот, запихиваем сюда глаз сетом. И вот, можем создать духовную силу. Ну, по крайней мере, подношение для зажигания. Посмотрим, что будет. Конечно, это прикольно, то, что сюда нельзя закидывать это. Надо посмотреть, какие у меня, значит, рабы есть. Но здесь, вроде бы, йог и мир. Если я не ошибаюсь. Можно сделать, то есть, не обязательно делать амброзию. Можно сделать просто подношение Митре. И создается духовная сила. Эта духовная сила нужна для прокачки, собственно, алтаря. То есть, это вот алтарь второго левела, железная рама, тесное дерево, кирпичи и духовная сила. 30 штук, то есть, это прям немного. Сами видите, то есть, добываются они прям, ну, легко. Особенно на таких начальных локациях, как это, где чуваки просто ваншотаются. Посмотрим, что в итоге из этого выйдет. Кстати, амброзия. Что нам она дает? Касание богов. Урон силового оружия плюс 10. Еда и здоровье плюс 40. То есть, это такая прям очень хорошая хавка, кстати, которая не портится. Я, к примеру, сейчас хочу пушить 42 и 25. Давай посмотрим, что она даст. Еда, вода не дала. Также благословение и митр. Благословение Митры. Что это дает, конечно, кто бы знал. А, ну вот это и есть урон силового оружия и здоровье плюс 40. Не хочется есть, а 4 УЗ каждые 4 секунды. То есть, это дополнительный регент. Понятно, что за не хочется есть. Кстати, да, у меня сейчас 840 АП. То есть, лучше вполне неплохая хавка. Учитывая, что она не портится, она восполняет еду неплохо. Увеличивает урон. То есть, это... В этом есть смысл. Также потом посмотрим и у других. Но когда я установлю алтари. Давай смотреть, что у нас здесь будет. Ого! Я 20 силы получил! То есть, за то, что я сжигаю чужие эти ингредиенты в алтаре, дают больше? Интересно. Это надо бы проверить. Так, ну-ка. Ой. Не, ну, ради такого надо проверить точно. Допустим. Для равновесия... Давай поставим сетом. Где у нас сетом? Для духовного равновесия зажжем. Подношение Митры здесь. Так, так. А могу ли я под... А, не, нифига! А здесь Митр нету. Зато есть человеческое сердце. Змеиная стрела. Ха, интересно. Слушай, а здесь нету. Вот. Это плоть памяти, заветы. А, ну вот, заветы Митр. А, нет, это не это. Все, туплю. Здесь получается эти... Просто предметы, которые выпадают с мира, можно так сказать. То есть, вот этот вот глаз сета, это он мне просто выпал. Вот оно, Чё Петрович. Не, я просто вообще, честно, не знаю, чё, как я... Я игру познаю здесь и сейчас. Поэтому ничего удивительного, что я говорю какой-нибудь бред, так что... Мои слова это не последняя инстанция, на которую нужно верить. Так, 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 так. Вот так, вот так. Давай посмотрим, что с него упадет. Жрецов сета. Кстати, да, здесь вот глаза нету, зато здесь есть заветы Митры. Здесь заветы Митры не будет, что логично, надеюсь. Да, вот. Гобелин зато. Здесь заветы Митры нету. Зато два... Плоти памяти. Это... Ну, та, которая у меня не откроется ещё очень долго, да, эндгейма, скажем так. Эй, дай. Погнали посмотрим, что я им добуду. Так. О, человеческое сердце. То есть вот с них ты добываешь человеческое сердце. Всё понятно. И вот это как раз-таки и есть... Так, где-то тут ещё был трупик. Любят они его так исчезать, скоты. Там бог с ним. А, не, вот, ты сюда добежать успел. Прикольно. То есть здесь добывается уже человеческое сердце с них. То есть это вот ресурсы их, не это человеческое сердце у сета. Прикольно. Здесь уже идёт противоедие с сетом. Можно изготавливать из него. Стрелы получаются из духовной силы. Когда создаём предмет, получаем духовную силу, что логично. Но, что самое главное, духовную силу, если я не ошибаюсь, но раньше, по крайней мере, точно, нельзя было доставать. Это уже проблемка. То есть... Ого, нифига себе. Ксения Буков, расходник. Мышный противоедие. Нифига себе, такое халявное противоедие. Это прикольно. То есть вот этот вот... Этот предмет не переместить. Это самая главная, пожалуй, проблема. Его можно... Переместить предмет только с помощью самого алтаря. Но только если у тебя получится переместить этот сам алтарь, как вы видите, его переместить тоже больших делов. Вот. Но если ты этот алтарь ломаешь, то ты не можешь ничего с этим поделать. То есть духовная сила, она никак не перемещается. Это самое главное. Ну, я сломал, потому что все равно... Он все равно здесь стоять не будет. Его так и так и сломать. А Митру не трогал, потому что, извините, он здесь стоять будет у меня. Вот. Поэтому, прежде чем вот это все делать, лучше всего установить алтарь на свое место. Ну, и самое главное, улучшать алтарь будете. Соответственно, тоже по такой же причине. Установили, потом уже улучшается. Почему? Потому что вы с этим уже ничего не сделаете. Давай закидываем сюда. Создает мне амбразию. Будем использовать ее как хавку. Это лучше, чем мясо, которое рано или поздно потрится. Конечно, она обновляется, но все равно. Вот такие вот пироги. То есть, здесь у меня он будет стоять, он будет улучшаться. Ну, а там я уже буду смотреть, что как где. Где буду их устанавливать алтари. Как получится, не получится. Но будет у меня вот такая вот фигня. Да, потом они в конце будут прикольно. У них стал бы света будут вверх идти от максимума улучшенной. Но это уже будет далеко не скоро. Ну, а я на то, может, вам буду пожаловать прощаться. Как я говорю, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментируйте, на канале же делитесь. Мы увидимся на интервью. До всего всем. Всем пока, всем счастливого добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok